Приобретайте новый видеокурс от модных практик, демисезонное пальто 2 в 1, однобортное и двубортное моделирование и паши. Все подробности по ссылке в описании к видео. Всем привет, вы на канале Модные Практики, с вами Инга Паукштиде и Наташа Лузгина. Здравствуйте. Сегодня мы будем моделировать первое из трех новогодних платьев, которое мы считаем, что можно смоделировать быстро. Ну это, на мой взгляд, самое понятное платье, оно может быть кажется таким сложным, но конструирование, оно самое понятное из трех. Давайте сейчас рассмотрим модель более внимательно. Наташа расскажет о модели. Смотрите, у нас платье отрезное по талии с рельефами, юбка трапециевидного силуэта, расклешенная, рукав у нас завышен, он такой полуреглан получается. Три четверти рукав, красивый вырез на платье такой фигурный, который Инге очень подойдет и она его очень ждет. Сзади платье также на рельефах, спина открыта и верхняя часть прихвачена таким бантом. То, что меня привлекло в этом платье. Ну, в общем, платье понятное, оно, ну, не сказать, что совсем простое по конструированию, но я думаю, что вы все справитесь. Итак, смотрите, нам нужно для работы наша основа, мы берем нашу основу 10 мерок со свободой облегания 3. Я пересняла на кальку уже основу. Мы взяли сразу, там, может быть, оно покороче, но мы взяли метр тридцать длину платья. Мы решили, так как у нас макетная ткань, мы посмотрим такую длину и уже потом утвердим, какая нам нужна, если выберем это платье. Мы обсуждали, что все три платья мы выполним из макетной ткани, и вы увидите примерку в этом же видео, не отключайтесь. Ну что, мы приступаем к моделированию этого платья, и я буду смотреть, как Наташа моделирует, возможно, я что-то возьму себе на вооружение. Итак, мы переснимаем основу, базовую основу нашу, и одношовный рукав, я пока сняла на кальку только верхнюю часть, мы потом будем ее дорабатывать. Рукав пока откладываем в сторону, мы взяли уже полную длину платья, потому что будет удобно работать, сейчас нам надо будет поработать с юбкой, сделать расклешение, а когда уже в полный рост платья, тогда это удобно делать. Работу начинаем с полочки. Нам надо определиться с глубиной выреза, у нас как раз модель на месте. Измеряйте на себе, какой глубинный вырез вы будете делать. Ну, давай пока возьмем поскромнее, в сантиметрах 15 от основания шеи. Наметили точку. Пройму можно немножко углубить, потому что, если вы помните, у нас базовая основа пройма прям вплотную к руке, поэтому мы сантиметра на полтора углубляем пройму, чтобы было удобно просто, ну, в платье, в носке было удобно. Полтора сантиметра мы углубляем нашу пройму. И рисуем новую линию. Сейчас мы обведем, чтобы было понятно. Перед тем, как отрезать лиф от юбки, давайте сразу проведем уже рельефные швы. Рельефы будут проходить по нашим основным линиям, через центр груди проходит по полочке рельеф, под передней части платья. Мы объединяем вытачку и продляем до самого низа. Так, у нас тут 11 сантиметров. На 11 сантиметрах мы продляем осевую вниз. Какая красивая линейка. То же самое мы делаем по спинке. Единственное, по спинке, я бы хотела ее чуть-чуть сдвинуть в сторону бокового шва. Мне кажется, что, если вы зрительно развернете, что она слишком близко расположена к центру спинки. Но это просто мое мнение. Если у вас по-другому, это не обязательно двигать. Просто в нашей модели я предлагаю на сантиметр хотя бы сдвинуть вытачку в сторону бокового шва. Мы рисуем центральную ось вытачки. Ну вот как раз сантиметр. Переносим ее. И от нового центра уже откладываем раствор. Бершины должны совпадать. Еще раз повторяю, это делать не обязательно. Если вы считаете, что у вас вытачка расположена на нужном месте, вы это пропускаете. И теперь уже через новую вытачку мы проводим рельеф. Также у нас 11 сантиметров. Верхнюю часть мы пока делать не будем. У нас тут вытачка. Мы сначала поработаем с плечевой, и потом уже продолжим наш рельеф. Сейчас нам нужно расклешить юбку, чтобы уже отрезать, и потом будем работать с верхней частью платья. Юбка у нас расклешенная, но умеренная. Мы не будем же сильно ее делать расклешенную. Поэтому я предлагаю каждый рельеф расклешить сантиметров на 7-8. Поэтому вот у нас рельефная линия. Откладываем по 8 сантиметров в обе стороны. Еще раз повторяю, у нас макет. Если нам захочется добавить расклешение, мы потом можем уже на готовом платье добавлять. Боковой шов мы также на 8 сантиметров расклешаем и соединяем. Кажется, так все просто, когда смотришь со стороны. Сейчас я пока начерчу карандашом, потом обведу все линии, чтобы было понятно. Расклешаем именно от бедер, правильно? Ну вот как вытачка, да, вот идет, и уже от линии бедра идет расклешение. По центру спинки мы расклешение не делаем. Там будет просто прямая часть. Итак, когда сделали расклешение, у нас надо по низу вывести прямой угол. Вы ставите линейку. Мы корректируем линию низа, потому что, когда мы будем стачивать рельефы, у нас должна получиться красивая линия. Если мы не сделаем вот эти прямые углы, будет сходиться на уголки. Итак, выравниваем. Делаем прямой угол. И сейчас я обведу уже деталь. Можно ввести другим цветом, чтобы было понятнее. Так, вот у нас боковая часть. Мыши сейчас отрежем по линии талии, и поэтому боковую часть заднего полотнища юбки уже можно считать готовой. Центральная часть. Давайте сразу подпишем. Центр спинки. Боковая часть спинки. У нас, так как это платье, мы будем называть спинка, а не заднее полотнище юбки. Итак, тут мы можем уже отрезать... Нет, не можем. Давайте сразу на 8 сантиметров по полочке отведем линию боковую. Вот наша линия исходная. 8 сантиметров добавляем. И также сводим линию бедра. Давайте выделим другим цветом, чтобы у нас как-то это все отличалось. Я не буду доклеивать эти кусочки. Мы просто вырежем зигзагом, и будем уже работать потом на ткани. Расклюшать. И центральная часть полочки мы также на 8 сантиметров отводим влево и вправо. Раскрешение вы тоже берете на свое усмотрение. Мы взяли 8 сантиметров. Я считаю, что это среднее такое... Раскрешение будет. Небольшое, немаленькое. Если вы хотите меньше, можете брать меньше. Если вы хотите прям пышную юбку, то можете клеш делать больше. Мы же все равно даем как идею, а вы уже смотрите, как эта модель подходит под вашу фигуру. Так, обводим. Вот мы выделили зеленым цветом. Это бочок. Боковая часть полочки. И центральная часть полочки. Теперь я предлагаю юбку уже вырезать, чтобы нам удобно работать было на столе и не надо было такую большую кальку за собой туда-сюда таскать. Вырезаем. Мы просто отрезаем, получается, по линии талии нижнюю часть нашего платья. Мы в целях экономии времени и бумаги, можно сказать, просто разрежем сейчас зигзагом. Если вы не хотите, если вы так путаетесь, то вы просто... Вот у вас прямая часть вашего нижнего полотнища, юбки. К ней уже приставляете вот это раскрешение, которое вам надо. Наташа, максимально быстрый вариант, да? Ну да, мы решили не затягивать долго видео, поэтому мы так... Очень надеемся, что и вы так же сможете быстро все это сделать. Выточку вырезаем. Уже выкидываем. Итак, это центральная часть нижнечки. Мы потом просто, когда будем кроить, соединим вот эти выступающие точки, и у нас будет такое же раскрешение, которое нам нужно. Вот так вот выглядит наша юбка. Очень интересно. Если человек, который не знает, он не поймет, что это платье. Ну вот как бы, видите, в принципе, все понятно. Эти детали мы пока убираем. Переходим к более сложной части. Это верхняя часть нашего платья. Вырезаем полочку и спинку. Итак, мы вырезали наши детали, полочка и спинка. И теперь будем с ними работать. Смотрите, пройму мы уже губили. Когда мы вырезали, можно вот так соединить, посмотреть, нравится ли нам форма проймы нашей. Если что-то хотите подкорректировать, сейчас очень удобный момент это сделать. И теперь мы будем сначала работать с полочкой. Для этого выточку, ну, можно... Я хотела вам предложить в центр перевести, но можно просто нам закрыть и открыть ее полностью в нижнюю часть. Нам сейчас надо построить красивую линию выреза. Поэтому временно пока склеиваем нашу витку. Соединяем скотчем. Вот отметка на 15 см. Мы углубляем вырез. И вот давайте рассмотрим. У нас завышенный рукав. Он выглядит практически как полуреглан. Он идет на половину плеча. Смотрите, у нас завышенный рукав. От основания шеи тоже платье, наверное, сантиметра на 4 отходит. Сейчас мы по линии плеча будем ориентироваться. Вот давайте на 4 см от основания плеча мы отодвигаем. Тут у нас не ровная линия, а идет под наклоном. Сейчас мы нарисуем, потом посмотрим. Если что-то нам не понравится, мы исправим. И там она, по-моему, не такая полукруглая, а ровная в этом. Можем посмотреть. Ну, практически вот. Практически ровная. Да, нарисовали на эскизе. Она ровная. Пока давайте возьмем вот такую форму. Но на полплеча мы не можем завысить тогда плечиков. Давайте оставим хотя бы сантиметра 4, чтобы у нас было на чем держаться нашему платью. И сводим это все вот сюда рисуем. Получается вот эту линию. Пока мы не отрезаем, мы когда присоединим уже рукав, будем работать вот с линией проймы, с линией плеча. Сейчас наша задача нарисовать вырез. Так, 4. И тут давайте подпишем, что 4, чтобы мы сразу снимали на одинаковое расстояние. Если нам потом захочется как-нибудь еще углубить, мы уже на примерке посмотрим и сделаем вырез глубже. Я очень надеюсь, что всем так же интересно, как и мне сейчас наблюдать это все отсюда. вырезаем. Так у нас тут кусочек, который... Задавайте побольше вопросов. На них Наташа ответит в других видео или, может быть, в специальных видео, потому что здесь у нас задача сделать все быстро по максимуму, да? Но если есть вопросы, вы обязательно пишите под этим видео. Чтобы не потерять часть полочки, я приклею сейчас вот этот вот кусочек, который хочет убежать. Ну и теперь нам надо нарисовать рельеф. Вот линию я предлагаю перевести. Видите, сейчас... Ну, давайте я на себе, потому что на Инге будет не так видно. Вот у нас линия рельефа сейчас проходит через центр. Вот я про вот это говорю. Если мы оставляем на этом уровне, тогда нам надо просто еще угол вот этого выреза сделать поглубже. Вот посмотрите на эскиз. Кстати, глубже там, да. Да, он почти, наверное, доходит вот сюда, вот ближе к пройме. Видите, ну вот таким методом вы тоже смотрите, рисуете, прикладываете, изменяете форму. А, вот этот уголок, оказывается, который я приклеила, он и был, наверное. Кстати, да. Я-то думала, я что-то потеряла, а это наоборот. Ну, и все получилось. Можно даже еще немножко от рельефа отвести. И тогда рельеф у нас будет проходить вот как он должен. Мы теперь можем уже расклеить это все. И вот эту линию нам надо, видите, она угловатая получается, нам надо сделать красивую рельефную линию. Даже с помощью линейки можно, да? Ну, да, с помощью лекала вот мы делаем эту часть. Здорово. Очень интересно. Вот так выглядит пока наша полочка. Когда это все встречается, у нас будет красивый лиф. И теперь давайте определимся со спинкой сразу. Пока еще с рукавами мы не работаем. Выточку мы можем переместить пока в горловину, потому что она вообще срежется. Чтоб нам не мешало и было цельное плечо, мы ее переносим в горловину. Закрываем плечевую лифточку. После того, как закрыли, корректируем линию плеча, потому что бывают неровности, которые нужно осноровить. 4 сантиметра от основания шеи мы убирали по полочке, и поэтому также убираем по спинке. Вот у нас 4 сантиметра. Дальше. Мы оставляли 4 сантиметра нашего плеча. Это мы вырез сейчас, да, определяемся? Да, мы определяемся, как сделать на спине наш вырез. Пока мы, ну, как бы макетно, что ли, рисуем вот эту часть, куда будет новая пройма наша. Это пока временная. Мы когда уже будем прикладывать рукав, еще уточним. И смотрите, нам надо открыть спинку, но я предлагаю не по пройме, а, наверное, пока чуть выше. Выше, выше, да. Потому что, ну, как минимум, должно быть закрыто белье. Ну, вот давайте пока возьмем 21 сантиметр от вершины ростка. Рисуем линию горизонтальную. Продлеваем рельефы. Тут у нас будут просто рельефы. Если мы потом решим, эту часть мы соберем на резинку. Пока мы будем ее кроить, с учетом того, что она будет просто без резинки. И поэтому мы никакие прибавки не делаем. Так, рисуем. Так, это наша промо. И нам надо нарисовать вот эту вот часть, которая, она от рельефа идет. Ну, как-то наша спинка, верхняя часть спинки. Мы вот просто продолжаем рельефный шов. В эту часть будут скрепиться наши завязки. Вырезаем. Пока мы эту часть не отрезаем, сейчас поработаем с рукавом, а потом еще подкорректируем наши детали. Убираем все лишнее. У нас есть лифт. И нам теперь нужен рукав. Вот смотрите, я пересняла верхнюю часть рукава, как у нас идет по базовой основе. Мы можем сразу согнуть пополам, потому что у Инди, если вы помните, вершина рукава не совпадает с центром рукава. И чтобы не путаться, мы можем сразу сложить наши детали. Вот, даже могу помочь. Складываем. Рукав у нас 3 четверти, поэтому берем 45 сантиметров. Давайте еще раз. Рука рядом. Рука рядом. Видите, как удобно, когда все рядом. Ну вот 45 сантиметров, я думаю, будет достаточно. Достаточно, да, точно. Длину рукава берем 45 сантиметров. Рукав у нас достаточно такой узкий там. Давайте возьмем пока чуть шире, потому что Инга очень не любит зауженные рукава совсем. У меня еще и руки такие не достаточно. Давайте возьмем ширина рукава внизу, ну пока 31 сантиметр. Так, пополам это 15 с половиной. 15 с половиной. Наша ширина рукава внизу. И сводим. Мы не будем прям вот такой ровной, как палка. Смотрите, если мы проведем, вот я сейчас просто, чтобы вам было понятно. Вот такой. Ну, мне кажется, не очень красивый рукав. Нам вот эту ширину категорически нельзя убирать, потому что это проблемное место. Ну, вот таких рук, как у нас с Ингой. Поэтому мы можем... Чуть ниже, да? Убрать, оставить. Да, убирать ширину. Вот тут. И плавно сводить, потому что вот в этой части можно сделать рукав поаккуратнее, а сюда уже... Мне уже все очень нравится. Вот такую форму с прогибом сделать. Ну, как раз вот эту вот самую часть, которую... Которую нельзя нам заузить. Оставляем. Ну, и ткань у нас, скорее всего, со стречем, да, там, по-моему? Слегка. Слегка. Будет удобно. Теперь уже можно разложить и вырезать передняя и задняя половинка рукава у нас отличаются. Сразу отмечайте, где у нас передняя половинка. Опять складываем рукав пополам и срезаем, вот как мы на реглан делаем. Делаем небольшую выточку. Ну, примерно сантиметр раствор, ну, когда пополам. И длина сантиметров 8-10, 10 сантиметров. Я думала, что реглан – это что-то такое сложное. Ну, я раньше тоже думала, что это, а потом Ирина Михайловна вот научила нас реглан строить таким методом. Ну, как бы мы сейчас все пользуемся им. Здорово, да? Разрезаем наш рукав пополам. Там шоу будет, да, Наташа? Да, тут будет еще. Вот наша передняя половинка. Мы соединяем рукав таким образом, чтобы у нас оставалось небольшое расстояние, оставалось в верхней части и в серединке. Ну, в ширину, да, что примерно одинаково было? Да. Главное – ничего не усложнять, да? Вот показывает Наташа, да, и просто повторяем. Вот так, скрепляем. Но если есть вопросы, пишите их под этим видео, мы обязательно на них ответим, да, Наташа? Конечно, да. Мы это делаем сейчас для того, чтобы у нас завышенная головка, и нам надо нарисовать вот эту вот верхнюю часть рукава уже с учетом вот этой вот этот кусочек полочки, которую мы срежем, мы должны уже приставить к нашему рукаву, чтобы получился нужный рукав. И то же самое мы сейчас сделаем по спинке. У вас вот это расстояние, которое выточка получается между окатом рукава и проймой, должны примерно быть одинаковые. можно даже вот так наложить на наши детали. Вот примерно оно должно совпадать. Я уже в предвкушении, Наташа. Почти платила. Мне так хочется, чтобы у нас все быстро получилось. Так, это у нас... Вот мы не подписали. Потом будем думать, что это за деталь. Поэтому сразу подписывайтесь. Я уже забыла, что это вперед, да, по-моему? Центр, да. Переда. Ну, бочок. Тут понятно. И тут мы потом тоже отрежем. И давайте сразу подпишем, что это центр спинки. А, подписано. Все, рукав присоединили. И теперь нам надо вывести вот эту вот красивую линию. Вот у нас идет завышенный рукав. Я прям уже чувствую, как мне это все подойдет. А здесь можно будет ставить плечико какое-нибудь небольшое? Да, мы сейчас вот тут вот добавим немножко тебе на высоту подплечника. Так, и мы рисуем уже красивый рукав. Смотрите. Мы вот эту линию должны вывести. Вот у нас точка пересечения. Потому что мы будем отрезать наш рукавчик. Вот так выглядит у нас пройма по полочке. Очень интересно. Итак, мы нарисовали. Давайте, можно обвести. Мы зеленым обводили, да, передние детали. Вот по этой линии мы потом отрежем наш рукавчик. А здесь все остается так же, да? Да, я сейчас предлагаю просто по спинке нарисовать эту линию. И потом уже сразу вырежем наши рукава. Вот мы сложили так же спинку. точка пересечения. И выводим. Вот рисуем красиво. Видите, вот мы наугад нарисовали, она не совсем так расположена, как нужно. Поэтому пока сразу не рисуйте, не обводите фломастером, а ищите вот нужную линию, чтобы она вам нравилась. Вот. Примерно так. теперь отрезаем по нарисованным линиям. тут немножко вот эту вот линию корректируем, чтобы она была красива. все очень точно, да? я бы еще чуть-чуть слезала. Потом лучше вот это вот расстояние немножко добавим вот сюда, когда будем выравнивать линию. так, это спинка. Это полочка. В принципе, если нам не нужен шов по рукаву, мы можем объединить нашу переднюю и заднюю половинку рукава и оставить просто выточку. Мы тут еще добавим на подплечник, и у нас останется небольшая выточка. Ну, чтобы нам не резать. Скорее всего, мы так и сделаем, да? Чтоб нам не резать ткань. Немножко проще, наверное, да? Будем меньше шевать. Ох, не всегда хочется делать шов. Так, и тогда давайте мы сейчас как-то не нужно это так. Я хочу просто нарисовать уже вот эту выточку. вот наше плечо идет, и мы добавляем вот в этом месте немножко на подплечник, и всегда лучше сделать тут чуть-чуть побольше, потом вы на примерке, если будет лишнее, срежете, потому что бывает форма плеча такая, что вот если это место сразу вырезать, иногда не хватает буквально там несколько миллиметров, лучше сразу это добавить, а потом, если не надо, то мы уберем. Вот, мы добавили. Ну, где-то 0,7 в высоту, как раз у Инги подплечник примерно 0,5-0,7. Я, конечно, очень надеюсь, что всем понравится это платье, потому что оно реально такое интересное. Совсем скоро вы увидите примерку. Ну, и такой у нас рукав. Теперь давайте сейчас я уберу все со стола лишнее, мы разложим детали и посмотрим, как они выглядят у нас. Ну, вот, посмотрите, мы подготовили лекало и можем теперь раскраивать наши детали уже из ткани. Вот у нас центральная часть полочки, ну, я буду прям с юбкой показывать, бачок, бачок спинки, центральная часть спинки и вот такой интересный рукав с завышенной головкой. Сейчас мы все будем раскладывать на макетную ткань, как раз я примерно буду знать сколько ткани у нас уйдет и мы скажем потом, потому что вам всегда интересно сколько уходит ткани на данное изделие и уже мы соберем и покажем это платье на примерке. Да, долевые линии все пойдут вот на всякий случай. Долевые, вы знаете, как вот основа идет, тут никакой путаницы в долевых нету, поэтому мы так сильно не обращаем на это внимание ваше. И по рукаву идет вот долевая по центру рукава. Ну, все, теперь мы будем сейчас кроить, собирать и вы уже увидите Ингу на первой примерке. Ну вот, смотрите, мы сметали наше платье. Это первая примерка. Мы немножко, правда, укоротили рукав, потому что решили, что длина нам такая подходит. И я сделала небольшую, повернись, пожалуйста, небольшую локтевую выточку, потому что весь рукав заужать не захотелось, мы заузили только в нижней части. Это первая модель из трех платьев, которые мы готовим к Новому году, как новогодние. Конечно, они подходят не только к Новому году, но и для других мероприятий. Но мне очень нравится, как это выглядит. На самом деле, я думаю, его не очень сложно будет шить, потому что нет каких-то сложных деталей, которые мы часто используем, каких-то сложных таких историй. То есть, оно простое, можно сшить из скрепа, даже без подкладки. Я так думала. То есть, грибовое платье без подкладки это будет гораздо проще, легче, наверное, и дешевле. И быстрее. И я считаю, что оно эффектное. И такая фишка у нас, что мы показываем из макетной ткани, и вы не ждете, чтобы увидеть финальное изделие. То есть, в принципе, вы уже видите, как оно выглядит. Инга, я хочу тебя попросить повернись. Вот, смотрите, так выглядит спина. Тут, конечно, все еще на булавках. Бант тоже такой, чисто символический. Кто хочет, может еще больше открыть спинку, потому что тут еще достаточно места до белья. Мы поставили небольшой подплечник. Вы помните, мы добавляли, там, немножко завышали вот эту линию плеча как раз на маленький подплечник. Инги очень идут подплечники, потому что плечи достаточно покатые. Делитесь вашими впечатлениями, понравилось ли вам платье, и кто из вас заходит сшить себе такое. К Новому году, конечно, желательно, но, может быть, не обязательно. Кому понравилось, делитесь впечатлениями, кто будет шить и мы будем моделировать и примерять платье номер два давайте еще раз рассмотрим эскиз вспомним наше платье номер два платье отрезное по линии талии по центру полочки у нас идет шов проходит мы решили сделать цельнокроеный рукав с ластовицей потому что если просто сделать его цельнокроеный будет лишний объем на этом платье бы не хотелось лишнего объема вытачки нагрудные переведены в линию талии юбка немного расклешенная трапециевидного силуэта рукав в меру зауженный и три четверти по спинке также у нас сохраняются талиевые вытачки я думаю вытачку по юбке мы уберем размоделируем как раз в раскишение шлицу мы в этом платье делать не будем как в оригинале она тут не нужна правда же инга дошлица не нужно ну и оставим молнию по центру спинки а еще это платье с очень красивым вырезом инга сейчас покажет вам на телефоне до двери просто лучше видно на модели но я могу так вот приблизить посмотрите какой интересный вырез я думаю что мне он очень подойдет хочу сказать что все три нарядных платья этой серии мы будем делать из макетных тканей и сразу показывать примерку так что не отключайтесь цвет моего платья вот этой модели будет красный пишите ваши комментарии делитесь вашими впечатлениями обязательно пишите вопросы и мы обязательно на них ответим в следующих видео и так для моделирования данного платья нам нужна наша базовая основа 10 мерок мы сняли в полочку и спинку и одношовный рукав эскиз мы убираем давайте начнем работу с того что мы отрежем по линии талии нашу юбку потому что неудобно такую большую кальку сейчас по столу туда-сюда переворачивать и начнем работу с юбки юбку уберем и потом займемся лифом у нас слегка расклешенная юбка поэтому я предлагаю просто закрыть вытачки и как раз у нас образуется вот этот вот силуэт который нам нужен смотрите еще одна важная вещь переснимайте так свою основу чтобы боковой шов был посередине я вот сначала сделала он не совсем оказался посередине и поэтому мне пришлось добавить вот эти линии нам нужны получается боковой шов должен проходить точно посередине вашей выкройки так рукав я пока убираю разрезаем наше платье по линии талии мы сразу добавили уже длину желаемую у нас получилось от линии талии юбка 75 сантиметров и уже будем работать натуральную величину смотрите вырезаем пока вырезаем просто базовую основу да вот берем переднее полотнище сразу давайте подпишем чтобы потом не путаться переднее полотнище вырезаем нашу вытачку у нас базовая основа со свободой облегания 3 мы ее так и берем не меняем если вам надо более приталенное платье вы просто уже на примерке немножко приберете свободу ну а сильно свободное мне кажется не нужно как раз свобода 3 предусматривает что платье будет слегка таким свободным от вершины вытачки проводим прямую тем более передняя вытачка нам здесь не нужно обычному на егеной фигуре убираем ее и закрываем переднюю вытачку у нас образовалась вот такое умеренное расклешение так просто да мы делаем нам интересно и как просто да можно даже ничего не придумывать у нас не такая большая вытачка если у вас бывает что две вытачки или вытачка побольше вы можете не в одну полду перевести это все а нарисовать ну давайте на примере вот этом покажем как сделать еще одну линию провести перпендикуляр это чтобы не было все в одно место ну да у тебя не такая большая вытачка видишь она такая умеренная фалда бывает же что у кого-то там две вытачки и чтоб не было что с одной с одного места идет большая фалда вы можете этот объем разделить так равномерно на 2 фалда просто вот этот излишек потом надо будет подкорректировать когда линию низа будете делать давайте сразу срежем тут буквально 5 миллиметров но удобнее уже когда на ткани выложите вы будете видеть линию низа и уже будете осноравливать как вам надо итак переднее полотнище юбки у нас готова и то же самое делаем заднем получите вырезаем все таки веке было не по голубой а по вырезаем вытачку эту вытачку мы также уберем расклешение у нас хотя на эскизе есть задняя вытачка но я думаю ничего страшного если мы перенесем и да в расклешение и ну давайте так же сделаем поделим на 2 самый простой формат расклешения да он простой и всегда хорошо смотрится как или михал на говорил без заморочек мне уже нравятся мне кажется я так тоже могла бы этого научиться ну вот у нас примерно получается одинаковое расстояние ну там если немножко отличается ничего страшно более инга не любит сильно расклешение ты всегда на примерке потом говоришь давай уберу берем так и подписываем что этот центр заднего полотнища ну вот юбка у нас к платью готова замечательно и теперь займемся моделированием лифа но сверху будет посложней да тут будет посложней но не страшно в прошлый раз мы тебе замеряли глубину выреза по моему 15 так было давайте тут также углубим наше платье на 15 сантиметров поставим отметку у нас цельнокровный рукав пройму можно углубить ну буквально на сантиметр и тут только потому что наша основа прям ну как повторяет вторую кожу и пройма у нас проходит прям под подмышечной падение поэтому сантиметр убираем и рисуем новую линию так вот наша спинка давайте показываем начнем с нее часть раствора вытачки мы переносим в пройму это даст нам свободу которая нам необходима в данном крое вырезами мне прямо интересно как будет строится вырез дальше а и ластовица да еще вытачку то ли вам и сохраняем и теперь часть раствора плечевой вытачки мы переносим в пройму весь раствор если мы перенесем будет слишком много поэтому давайте перенесем но сантиметра два у нас три сантиметра плечевая вытачка два сантиметра раскрываем в пройму остальной остаток оставляем в плече если у вас небольшая вытачка бывает полтора сантиметра два вы можете ее всю перенести линию проймы так перенесли теперь надо нам немножко подкорректировать можно даже знаете как приклеить сюда кальку и нарисовать красивую линию можно сделать помощью лекала мы раскрыли и вот тут вот излишек надо нам срезать какая красота очень приятно видеть как наташа работает вдохновляюсь процессом так смотрите вытачку мы пока оставляем у нас глубокий выезд и он достаточно далеко будет от основания шеи я думаю на нашем эскизе там вообще буквально три сантиметра но мы оставим чуть побольше чтобы как-то держалась у нас вся конструкция я предлагаю давайте оставим сантиметра сантиметров пять хотя бы если что вы на примерке всегда можете углубить наш вырез и поэтому пять сантиметров мы оставим по плечу пока оставляем спинку в таком виде и теперь давайте посмотрим нашу полочку вырезаем полочку у нас достаточно такая большая нагрудная выточка поэтому с ней нам тоже придется поработать какая грудь такая вытачка да получается да если у вас нагрудная вытачка маленькая то ее проще перенести потому что часть раствора мы также сейчас перенесем линию проймы вот мы переносили по спинке два сантиметра давайте и по полочке откроем тоже два сантиметра можно даже вот так сложить и посмотреть чтобы у нас вот растворы были одинаковые видите а потом этот объем будет убираться и он так и остается нет но тут рукав цельнокроен и поэтому тут предполагать что есть небольшие так смотрите сантиметр мы можем оставить так как у нас сантиметр остался в плечевом шве по спинке мы тоже можем оставить тут сантиметр по полочке но остальной объем будем переносить в линию талии у нас одна вытачка мы сделаем наверное две вытачки потому что такой объем будет некрасиво в одну вытачку перенести мы продлеваем я бы даже сделала с легким наклоном я думаю будет красиво смотреться я тебе доверяю полностью смотрите вот мы рисуем одну вытачку с легким наклоном и параллельно рисуем другую вторую вытачку так нам надо вырезать тот объем который был сейчас мы его перенесем в новое положение чтоб не путаться сразу заклеим и теперь нашу нагрудную вытачку мы будем переводить в две вытачки которые будут расположены на линии талии для этого также делаем подрез небольшой это была вытачка на талии просто да это была талевая вытачка которая идет по основе да а сейчас мы вот этот объем весь ну не считая сантиметра который мы оставляем очень интересно наташа очень интересно вот смотрите чтобы не путаться можно сразу приложить у нас должны плечевые швы совпадать как здорово вот мы этот объем который у нас остался от плечевой вытачки по спинке также можем оставить по полочке даша очень приятно видеть как ты работаешь с учетами интересно и понятно и очень вдохновляю мне тоже хочется уже смотри сейчас может посидишь несколько и будем смотреть моделирование тынги и так смотрите мы закрываем теперь наши талиевые вытачки основная вытачка у нас объем побольше и которая дополнительно чуть меньше ну вот распределяйте на глаз чтоб вам было хорошо смотрелось красиво да да чтобы просто чтобы не было такого мешка большого и всегда основная вытачка больше чем дополнительная вот этот излишек тут сантиметр мы снимаем ну можно и линейка померить я уже привыкла на глаз но вот сантиметр мы снимаем этот сантиметр с линии низа заклеим скотч чтобы он не мешал сейчас будет такой сюрприз я размышляю о том как же у нас получится ластовица дальше как мы будем все делать как надо же все будет делать дальше увидеть процесс да я его не знаю мне интересно так и смотрите еще один важный момент основная вытачка всегда длиннее чем дополнительная но мы можем и так пометить просто и когда будем уже переносить на ткани мы сделаем чуть короче дополнительную вытачку так теперь еще важная часть нашего платья это глубокое декольте заклеим этот раствор чтоб мы сейчас выводили ровную линию и нас нам ничего не мешало так может не очень красиво смотрится все эти подклейки как-то вот переводить на целый лист я еще научилась если честно смотрите после того как у нас цельная линия плеча мы должны обязательно ее осноровить вот мы выкладывайте но нам зачастую да тут вот когда закрывается вытачка образуется такой излишек его мы должны убрать если вы оставите так вы когда сметайте у вас тут будет некрасивая линия плеча так мы вниз углублялись на 15 сантиметров эта величина у всех будет разная насколько вы хотите столько углубляйте то есть да нету такого четко привязки вы даже вот именно 15 глубокий вырез кто-то хочет меньше кто-то может поскромнее можно сделать даже тут плечо более закрытое такое можно сделать такой аккуратно v-образный вырез но не обязательно должно быть большое шикарное декольте от плеча мы решили оставить 5 сантиметров и там у нас вырез такой почти ровная линия нет не совсем не совсем а это мы смотрели если вдруг полосатой оплате ну давайте проведем сначала ровную линию она же ляло и сделаем сейчас при помощи лекала небольшой прогиб остальной вырез мы подкорректируем уже например если надо нам будет мы уже будем видеть линию на груди и уже будем работать ну вот я предлагаю смотри вот такой легкий изгиб сделать и теперь сразу давайте по спинке по спинке идет ровная линия тут нету такого v-образного выреза идет ровная линия но она такая слегка похоже когда вырез лодочку делаете вы просто похоже на лодочку чтобы держала если мы вырежем то она не будет держать держать форму да если мы сзади тоже сделаем ну если большой туда будет постоянно спадывать с плеч нам это не нужно давайте этот дополнительный объем нам не помешает потому что у нас цельнокровенный рукав поэтому мы не переносим в данном случае вытачку в горловину или куда-то там еще мы оставляем раствор сантиметр и сводим вот у нас центр спинки мы выводим такую плавную линию когда у нас плечевые швы соединяться и образуется тут вот красивый такой угол не закругленная линия обычно как вот вырез лодочка тут не бывает такой закругленной линии а отдельно обрабатывается горловина спинки горловина полочки и такой острый уголок вот тут на плече образуется можно миллиметров пять снять по центру очень интересно наблюдать за той работой но сейчас будет самое интересное это я волнуюсь прям мне кажется больше тебя я сама волнуюсь потому что мы если честно не так часто делаем цельнокровенный рукав особенно сластается поэтому еще это будет эксклюзив сейчас я думаю в любом случае нас макетная ткань и если вдруг мы тоже где-то ошиблись мы можем все исправить и вам показать как исправляются ошибки будем надеяться что их не будет но я тоже очень надеюсь что все у нас получится с первого раза хотя тут сама линия проймы в этом крое не столь важное потому что мы сейчас будем это все превращается на кроенный рукав и так смотрите у нас вот такой лифт теперь нам нужен рукав мы сразу уже определились мы на том платье определили что длина нам не нужна дни да 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 мы там делали 30 с небольшим 35 по-моему или 38 не не помню но я взяла 42 сантиметра с учетом подгибки уже руках и обхват сделала тоже 30 сантиметров потому что мы помните в прошлый на прошлом платье мы заужали к низу рукав потому что он смотрелся таким громоздким смотрите мы складываем наш рукав пополам опять не бойтесь что ли у нас вперед вперед вот которая больше выемка мы сейчас отметим вот у нас передняя часть она всегда там где больше вот это у нас вершина рукава но она не всегда совпадает середины рукава вы это уже знаете поэтому если вы вдруг не отметили переднюю часть когда вы складываете смотрите рукав по вершине вот где больше выемка там и передняя часть рукава мы нашу ка будем складывать пополам поэтому он не совсем совпадет середины рукава теперь откладываем сантиметров 10 11 и делаем вытачку раствором сантиметр это чтобы просто лучше лежала и ну так вот как примерно как мы делаем когда рукав реглан стоит строим нам надо сейчас разделить рукав на две части берем нашу полочку и берем переднюю часть рукава соединяем рукав таким образом чтобы вот они пересеклись мы конечно можем выложить и вот так вот чуть выше будет чуть больше объем зато меньше вот от того насколько мы сделаем наклон будет зависеть длина нашей ластовицы если мы мы можем и до талии сделать у вас будет такая вот ставка давайте сделаем вот примерно но мне бы не хотелось сильно к линии талии спускать от линии талии ну 7 сантиметров вы смотрите потому что размеры отличаются вы когда будете прикладывать рукав у вас тоже будет отличаться поэтому ну смотрите чтоб не было линия конец ластовицы не заканчивался прям на талии ну и совсем высоко смысл чем мы прямее будем делать рукав тем больше у нас вот тут лишнего объема у нас же смысл сделать платья аккуратно и поэтому мы стараемся как можно больше вот этого объема убрать так вот даже отмечаем точку и приклеиваем наш это уже будет целая деталь готова рукав но она еще не совсем готова наташа меня удивляет в данном случае обычно когда мы выставляем реглан мы уравниваем вот эту верхнюю часть с этой тут немножко по-другому потому что наша цель я еще раз повторяю сделать больше наклон рукава чтобы было меньше объема чтобы не было вот тут вот больших излишков и так вот мы отметили нашу точку и эту же точку мы должны отложить по спинке еще вот на данном этапе пока у нас еще ничего нет вы выравниваете еще раз сверяете видите у нас немножко когда мы наверное рисовали пройму вот если по талии совместить потому что по талии у нас тут точно вот чуть-чуть надо осноровить еще пройму смотрите чтоб вот эти отрезки были одинаковы потому что сейчас вот зависит все все стороны должны быть равны чтоб наше изделие никуда не перекосило и ставим отметку вот у нас отметка где встречается рукав с боковым швом и переносим ее на спинку теперь заднюю часть рукава мы представляем таким образом чтоб тоже вот рукав встретился вот в этой точке мы можем даже чуть-чуть потому что вот вытачки тоже должны быть примерно равны ну можно не совсем прям одинаково но более менее ровный мы можем немножко рукав завести на спинку чтобы уравнять вот эти вытачки но тогда единственное надо не забыть прибавить вот поэтому срезу немножко объема потому что ну чтоб не забрать нам лишнее чтоб рукав не стал узким совмещаем вот буквально 5 миллиметров мы захлестнули рукав на спинку поэтому давайте наверно подпишем пока даже очень интересно что плюс 0 5 но это чтоб потом не забыть когда мы будем работать дальше и так совместили рукава и вот теперь будьте внимательны можно даже приклеить можно перевести это все уже на отдельный лист кальки но мы давайте будем привыкли можно что и было зато мы понимаем даже когда образовалась эта форма сложная смотрите можно чтоб было понятней вот так перенести линию полочки пойма и боковой шов теперь расстояние от крайней точки проймы до крайней точки оката нам надо заместить нас получается девять с половиной и поделить пополам 47 и вот эту точку деления мы совмещаем с пересечением на боковом шве я думаю всем понятно еще раз повторяю смотрите крайнюю вот мы перенесли нашу полочку чтобы было видно откуда что взялось крайняя точка проймы и крайняя точка оката мы их соединяем делим это расстояние пополам и из середины проводим прямую до пересечения вот где у нас рукав пересекается с боковой линии это у нас и будет подрез который властовица будет а это будет часть рукава да вот эту зону да получается мы потом подрежем но сейчас вот когда будет уже и теперь то же самое очень интересно нам надо сделать по спинке мы обрисовываем ну это просто чтобы вам было удобно кто-то просто видит можно не рисовать вот контуры спинки рисуем прямую линию делим пополам и эта точка у нас тоже с точки деления проводим прямую вот нашу отметку еще раз проверяем чтобы у нас сошлись боковые швы вот это вот у нас видите уже контуры нашей ластовицы совместили эти точки по спинке у нас получилось чуть больше потому что ну я тоже думаю что это зависит от размера бывает что эти стороны совпадают тогда у нас прям такой ровный ромб можно нарисовать ну вот сколько я не пробовала совместить на нашем размере почему-то не получается я думаю это просто зависит от размера да не будем совмещать давайте будем вот оставим как у нас получается так и есть смотрите вот если мы согнем вот наши стороны ну по спинке будет ластовица чуть длиннее уходить этот ластовица дает возможность более движения так как у нас сильно опущенный рукав если мы просто стачаем мы не сможем руку поднять а за счет ластовицы это все будет хорошо подниматься даже мне очень интересно это вы наблюдаете прям во вся во внимание теперь смотрите вот наша линия где мы будем разрезать которую мы будем разрезать под ластовицу мы по 05 от линии откладываем право и лево проводим параллельные темы это для чего нам сейчас надо сделать вот эту линию разреза не прямой как палка а вот с небольшим прогибом это на у нас имеет вот такой вид вот это контуры по которым мы будем разрезать это место и то же самое по спинке на 05 правое влево проводим параллельные линии и рисуем прогиб так вот теперь еще важную часть смотрите когда мы нарисовали этот прогиб у нас опять надо сверить точки мы постоянно сверяем потому что от этого зависит когда мы будем уже втачивать чтобы у нас все сходилось вот эти точки у нас должны совпасть теперь же они уже ниже расположены так эти точки совпадают и теперь мы можем вырезать эти точки и ну вот что у нас получилось и нам остается только построить ластовицу но я предложила инге сделать не ромбовидную ластовицу такую которая переходит сразу ну как в нижнюю часть рукава идет целой такой деталью поэтому смотрите вот от точки докуда у нас разрезается мы проводим ему и вот эту нижнюю часть рукава мы отсекаем это как-то выделяла сколько ты отходишь ну вот примерно смотрите чтобы красиво если мы сделаем вот так будет некрасиво но чтобы она смотрелась как вот нижняя часть рукава смотрите на глаз если честно я это делаю на глаз вот так же от этой точки мы проводим по задней части рукава прямую сразу давайте подпишем что это задняя часть рукава это передняя часть рукава и вот теперь я предлагаю вот так мы заклеим и у нас будет вот видите меня смущало то что вот в нашем размере вот тут вот идет несовпадение и немножко не совпадает вот эти части вот рукав у нас чуть-чуть не совпадает но мы перенесем все в одну деталь и он автоматически все у нас года да это вот ну как вот будет как двухшовный рукав как будто вставка но не двухшовного получится склеиваем наши рукава отрезаем нам важно вот эти две точки и теперь строим смотрите нам нужен сейчас кусочек кальки рисуем две прямые пересекающиеся итак смотрите мы чертим две пересекающиеся линии и сейчас я вам покажу один из способов построения ластовицы если у нас вот эти отрезки совпадали было бы проще мы бы сейчас отложили расстояние равный бы этот треугольник начертили но у нас немножко как я вам уже сказала вот эти участки не совпадают они разной длины но это нас не останавливает смотрите мы нарисовали линии берем вот эту нижнюю часть рукава которая у нас получилось прикладываем с этой стороны у нас будет передняя часть цвета задняя вот линия которая мы совмещали рукава она должна совпадать с серединой теперь смотрите мы измеряем по полочке вот этот участок от боковой линии до верхней части в прорези у нас 11 с половиной я еще раз повторяю это один из способов ну мне вот он показался наиболее таким простым и так от вот этой точке вот у нас передняя часть до пересечения с вертикальной осью у нас 11 с половиной сантиметров и теперь замеряем от вершины до задней части 13 и измеряем наш участок по спинке тоже 13 сантиметров видите у нас все совпало а эти участки должны совпасть при стачивании если бы у нас они были равны и мы просто бы приложили и у нас получилась такая вот фигура но у нас немножко скошены сейчас мы когда вырежем еще раз наложим на наши полочки и спинки проверим что все было правильно немножко смещенный треугольник получается давайте подпишем еще раз что это передняя часть и теперь обязательно надо нам проверить вот в это место будет соединяться полочка с ластовицей поэтому шву ведь и у нас совпадает это все теперь рукав отгибается от этой точки и длина рукава у нас должна совпасть вот длина рукава у нас тоже совпадает когда мы будем все притачивать по полочке все правильно даже вот так контрольные контрольные точки поставить и теперь проверяем по спинке вот у нас совпадает линия втачивания отгибаем и у нас совпадает длина рукава теоретически мы все сделали правильно сейчас сделаем макет и посмотрим как это будет все сидеть на фигуре ну что закончили моделирование да у нас такое не очень простое моделирование получилось я могу сказать что я была в восторге от процесса мне было очень интересно и как бы я пыталась следить я думаю что нашим зрителям тоже все понятно потому что но мне в целом было все понятно надеюсь что все будет понятно смотрите какие у нас детали получились верхняя часть переда нижняя часть переда уже у нас цель накроенный рукав верхняя часть спинки нижняя часть спинки и вот такая интересная ластовица которая переходит в нижнюю часть рукава у нас не ромбовидная ластовица получился переходящая в нижнюю часть рукава сейчас мы выкроем наше платье заодно посмотрим сколько ткани у нас уйдет на данное изделие и покажем уже примерку на инге а давай Может быть, озвучим, сколько у нас ушло тканей на первое платье, чтобы люди ждут. На первое платье у нас ушло 2 метра мы отрезы брали. Вот как раз весь кусочек 2 метра у нас ушел на первое платье. Мы забыли вам сказать в конце, когда делали примерку. Ну вот на то платье ушло 2 метра. На это сейчас посмотрим. Потому что тоже из-за цельнокроеного рукава идет у нас большой расход ткани. Ну что, давайте посмотрим, как будет наша необычная ластовица выглядеть в платье. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы готовы показать вам платье из макетной ткани на примерке. Да, платье номер 2. Платье номер 2. Смотрите, как оно выглядит. Как аккуратно смотрится вот эта вот часть, где рукав у нас цельнокроеный. Но все же из-за ластовицы он дает, ластовица дает движение, но нет такого большого объема. Красиво смотрится вырез. Мы немножко тут сразу закололи по линии плеч. У нас тут подплечник немножко выглядывает. Ну, в общем, может быть я немножко бы освободила еще вот в этой области. Чуть-чуть. Ну, а в общем, смотрите. Я думаю, платье у нас получилось. На самом деле, я вот когда надела это платье, я была в восторге, потому что я понимаю, что это очень классная модель для повседневки. Вот такой, ну, то есть на каждый день. Оно и элегантное, и приятное, но и удобное. И в то же время есть какой-то и спортивный стиль, как я люблю, то, что можно просто в нем быть вот просто на работе. Мне кажется, очень удобная вот рука сам. Очень удобно, да. И мне даже хочется его уже в нескольких цветах. Как минимум, я хочу черное и еще какое-то. Ну, в общем, это платье буду точно себе шить. Вначале я думала, что мне нравится больше всего первое платье, потому что мне оно сразу понравилось. Но теперь мы склеили второе платье номер два, и мне теперь оно нравится, кажется, еще больше. Так что пишите, какое вам платье понравилось, один или два, которые уже вы видели на примерке. И делитесь вашими впечатлениями. Да, я переживала, как у нас будет выглядеть ластовица. Если вы помните, у нас вот эти кусочки передние и задние не совпадали немножко по длине. Ну, кстати, когда мы вышли в ателье, там у нас сегодня в гостях Андрей Владимирович. Конструктор наш. Да, он сказал, что зря мы переживали. Это не обязательно, что они совпадают в длине. Главное, как мы с вами и сделали, чтобы совпадал вот этот кусочек и длина рукава. Мы все сделали с вами правильно, ну, просто немного переживали. Наверное, я покручусь еще, покажу вам, как оно выглядит со всех сторон движений. На самом деле, платье очень комфортное, очень удобное. Мне нравится вырез, я его не хочу ни больше, ни меньше, вот мне прям идеально. Да. Наташа, как всегда, наш гений. Спасибо. И благодаря Наташе у меня такие прекрасные вещи появляются. Ну, я думаю, вам понравится это платье. Даже если вы не сошьете на праздник, вы можете сшить, чтобы ходить в гости, на работу. Ну, как бы очень удобное, красивое платье. В зависимости от ткани, оно будет изменять свой образ. Если ткань будет нарядная, будет платье нарядное. Если просто взять креп, то, ну, креп. А вот как думаешь, если я возьму тонкую шерсть, тоже хорошо? Тоже будет хорошо, шерсть будет струиться. Может быть, для шерсти надо будет чуть-чуть больше сделать раскрешение по юбке, чтобы оно красиво фалдами так лежало. Мне очень нравится, Наташа. Спасибо тебе большое. Носи с удовольствием. И мне понравился и процесс моделирования, и финал. Приступаем к третьей модели. Давайте рассмотрим наш эскиз. Тут Инга открыла фотографию и на телефоне, потому что, как я не пыталась, рукав мы не смогли передать на эскизе. Платье простое, но в то же время очень интересное за счет такого необычного рукава. Давайте рассмотрим поближе платье. Платье миди, отрезное по линии талии с точным поясом. По центру переда идет шов. В верхней части у нас красивый V-образный вырез. Юбка с бантовой складкой. По спинке также у нас центральный шов. Вытачки талиевые сохранены. Платье умеренно расклешенное такое. И смотрите, изюминка этого платья это рукав. Посмотрите подробнее рукав в телефоне. Сзади у нас образуются такие красивые палды. А передняя фотография, смотрите тоже, какая красивая форма у нас рукав. Он как бы вот так идет плавно. Тут красивая форма низа. И сзади очень интересные фалды. Поэтому мы рукав этот будем делать макетным способом. Я думаю, мы все с ним справимся. Платье достаточно простое, кроме этого рукава. Но и обработка тут тоже будет несложная. Поэтому я думаю, это будет достойное платье для вашего праздника. Тут главная форма, наверное, найти совместно нам. И я думаю, что Наташа точно нам справится и покажет самый лучший вариант. То есть да, хочется делать что-то интересное, несмотря на то, что модели простые. Потому что обработка вам, наверное, не так хорошо видно. Обработка тут совершенно простая. Тут несколько швов, обработанные оверлоком. Поэтому никаких заморочек нет. Главное вывести нам эту интересную форму для данного рукава. Я думаю, мы справимся. Обязательно. Приступаем к моделированию. Моделировать Наташа будет самостоятельно. Я не буду ее отвлекать. Но присоединюсь, когда будет уже платье в сборке. Обязательно смотрите видео до конца. Делитесь вашими впечатлениями. Понравились ли вам модели, которые мы готовим к Новому году. И досматривайте видео до конца. И там мы еще встретимся. И вы увидите платье из макетной ткани. Итак, начинаем моделирование нашего платья номер 3. Давайте еще раз вспомним эскиз. Это платье отрезное по линии талии. С точным поясом. По центру переда у нас шов. Красивый V-образный вырез. По центру юбки встречная складка. Спинка у нас также со швом. Сохранены выточки все. И такой фантазийный рукав. Мы все платье делаем из макетной ткани. Рукав будем моделировать отдельно. Сейчас сначала с вами сделаем основу, а потом будем строить рукав. Смотрите, мы взяли нашу основу 10 мерок. Свобода облегания 3. Я пересняла уже на кальку готовую длину. От талии 70 см. Рукав тоже уже сделала длиной 45 см. И по обхвату внизу у меня 30 см. Еще я думала над этой моделью, куда деть нашу большую нагрудную выточку. Я предлагаю, первая модель у нас была на рельефах. Вторая модель мы перенесли на грудную выточку в линию талии. А тут, так как у нас шов по центру, я предлагаю, давайте в этой модели нагрудную выточку перенесем в центр. Она тоже очень красиво смотрится. Перенесем ровно. Можно сделать под наклоном. Давайте мы просто горизонтально ее перенесем. И попробуем сделать такой вариант. Давайте, наверное, как во всех этих трех моделях, начнем работать с юбки, чтобы потом отрезать. И потом будем уже работать с лифом. Так, вот наше изделие. Сразу рисуем пояс. Пояс у нас будет 6 см. Инги идет, когда талия чуть-чуть завышена. Поэтому я предлагаю сделать не 3,3 см, а 2 см от линии талии вниз спустить и 4 см поднять вверх. В любом случае мы сделаем припуски побольше. Если нам не понравится такой вариант, мы можем немножко спустить пояс. Рисуем пояс по полочке и также по спинке. От линии талии 2 см вниз и 4 см вверх. Я так расположила пояс. Еще раз повторяю, только просто потому, что инги подходит, когда чуть-чуть завышена линия талии. И если вам идет больше, когда линия талии на месте, вы располагаете его так, как нужно вам. Итак, давайте обведем наш пояс. Юбка слегка расклешенная к низу, поэтому мы по боковым линиям прибавим по 5 см к полочке и к спинке. Откладываем по низу 5 см и соединяем с линией бедра. Наша полочка и синим цветом нарисуем спинку. Заканчиваем под прямым углом. В этом месте у нас должны быть прямые углы. Теперь мы можем вырезать юбку. Не юбку, а нижнюю часть платья можем отрезать. Давайте отрезаем сразу уже с пояса. Верхнюю часть платья пока убираем. Вырезаем нашу юбку. Боковая часть уже по новым линиям. Ну и низ сделаем зигзагом. Подписываем, что это переднее полотнище. Центр переднего полотнища. Отрезаем пояс. И закрываем по поясу вытачки. Ну вот насколько это возможно мы соединяем. Еще раз. Вот наш пояс. Мы закрываем талевую вытачку. Видите, в центре у нас остается 5 мм. Эти 5 мм мы убираем сбоку. Центр переда. Еще можно подписать, что сгиб пояс у нас будет целый по центру. Изгиб. Итак, пояс на переднюю половинку у нас готов. Вырезали заднее полотнище. Также отрезаем пояс. Центр заднего полотнища. Центр заднего полотнища. Ну или центр спинки. У нас это все-таки платье, а не юбка. Также закрываем вытачку. И вот эти вот миллиметры снимаем с бокового шва. Потом на примерке вы еще подкорректируете. Тут у нас будет шов. Подоливаю нить. Пояс у нас готов. Теперь берем заднее полотнище нашей юбки. Юбку мы немножко раскресили. Вырезаем вытачку. В принципе, этого раскрешения, я думаю, достаточно. Вытачку мы просто встачаем. И у нас будет слегка А-образный силуэт. Так, спинка готова. Пояса готова. И теперь давайте поработаем с передней части. Вырезаем вытачки. Итак, вот у нас переднее полотнище юбки. У нас тут встречная складка. На складку мы добавим у нас шов, если вы помните. Добавим 10 сантиметров. Глубина складки будет 5,5. Поэтому доклеиваем. Мы сделаем ровную, не будем раскрешать складку. Можно было бы сделать слегка с наклоном, чтобы она, когда закроется, имела такой вид. Но мы сделаем ровную складку. Доклеиваем кальку. Прибавляем 10 сантиметров на складку. 10, 5. 10, 5. 10, 5. Вырезаем. Вот у нас будет 5 сантиметров глубина складка. 10, 5. 10, 6. 11, 22, сейчас мы согнем и я покажу как это будет выглядеть сгибаем по намеченным линиям лишнюю кальпу я уберу кальпу я уберу смотрите по центру у нас будет складка и давайте наверное еще немного вот эту переднюю вытачку еще чуть-чуть расклешим платье тогда раскладка у нас прямая переднюю вытачку мы сейчас закроем закроем не полностью мы еще добавим расклешение 4 сантиметра у нас получилось и вот этот оставшийся раствор тут у нас 12 можно 07 снять с линии талии а остальное при посадить немножко потому что у нас есть животик и поэтому легкая при посадка по переду нам не помешает вот 07 мы снимаем остальную часть вытачки просто при посаживаем давайте заклеим и вытачки у нас тут нет есть легкая посадка ну раз мы тут открыли на 4 сантиметра давайте на заднем полотнище тоже откроем нашу вытачку вниз откроем на 4 сантиметра и остаток уже оставим виде вытачки вот наши задние полотнище от вершины вытачки проводим прямую разрезаем и открываем вниз 4 сантиметра остаток вытачки мы просто встречаем и у нас будет небольшая вытачка и так нижнюю часть платья мы подготовили юбка пояс у нас уже есть теперь давайте будем работать с лифом вот наша полочка и спинка как всегда начнем с того что углубим пройму пройму мы углубим сантиметра на полтора даже 2 давайте потому что рукав достаточно свободный и чтобы было комфортно углубляем пройму на 2 сантиметра рисуем новую линию углубили на 2 сантиметра сейчас вырезаем нашли спинку и полочку вытачку я чуть-чуть хочу продлить потому что те два платья когда мы мерили видно было что немножко хочется инге продлить вытачку по спинке вырезали нашу деталь смотрите вытачку по полочке я тоже хочу немножко сделать с таким прогибом просто вот мы делали те платья собирали на примерке и хочется немножко забрать излишек смотрите мы сделали вытачку с небольшим прогибом на грудную вытачку я предлагаю перенести в центр давайте сделаем это не горизонтально а чуть-чуть под наклоном закрыла у нас в этот раз не было еще платье с таким положением на грудной вытачки давайте немножко разнообразим вытачку у нас достаточно такая большая можно попробовать даже на 2 поделить мы перевели нашу на грудную вытачку в центр я хотела разделить на 2 вытачки но как-то мне не понравилось поэтому оставляем нашу на грудную вытачку весь объем в центре давайте проверим плечевой шов плечевой срез осноравливаем если это нужно и теперь нам надо нарисовать красивый v-образный вырез углубляем на 15 сантиметров 15 сантиметров это наша величина мы померили по инге вы смотрите если хотите глубже делайте глубже если хотите менее открытое платье сделайте его менее открытым от основание шеи давайте снимаем сантиметров 6 сразу можно отметить это по спинке давайте закроем вытачку что было ровное плечо пока мы временно переносим ее пройму но это время вот наши плечевые срезы полочки и спинки и отмечаем также 6 сантиметров на спинке при помощи лекала рисуем красивый вырез вырезаем по намеченным линиям теперь рисуем по спинке тоже красивый вырез можно углубить буквально на 07 соединить даже на сантиметр потому что красиво ли не не получается и плечевую вытачку в этом случае я предлагаю перенести горловину весь объем плечевой вытачки переносим горловину и так мы подготовили нашу основу давайте выложим детали посмотрим что у нас получилось задние полотнище юбки передние полотнище юбки со складкой 10 сантиметров у нас мы добавили на складку и так посмотрите как выглядит наша основа полочка вточной пояс нижняя часть платье спинка вточной пояс нижняя часть платье и вот наш эскиз основу мы размоделировали и теперь перейдем к моделированию сложного рукава и так мы продолжаем у нас самая серьезная часть моделирования этого платья это моделирование рукава одна из таких можно сказать не очень понятных было поэтому мы ее оставили напоследок смотрите давайте поближе рассмотрим рукав видите у нас головка напоминает чем-то рубашечный рукав не как у нас обычно в платье головка с посадочкой такая красивая а видно что высота оката небольшая совсем как на рубашечном рукаве и вот поэтому она так лежит лежит без посадки рукав достаточно широкий если рассмотреть поближе я карандашом нарисовала тут есть на подрезе ой на рукаве подрез который переходит в шов и смотрите у нас идет складка тоже которая заходит в этот подрез вот две складки которые сзади очень хорошо видно вот эта складка заходит в подрез и так мы сделали несколько вариантов и все таки я думаю мы добились нужного результата сейчас будем с вами моделировать и потом вы уже посмотрите на инге что у нас получилось и так нам нужен наш рукав одношовный мы взяли длину рукава 55 сантиметров уже мы много макетов переделали поэтому вот оптимальная длина рукава чуть меньше чем но если бы мы взяли так 60 длина рукава а мы взяли 55 сантиметров длина рукава ширина рукава внизу у нас 32 сантиметра нам нужно измерить сейчас длину проймы у нас рукав практически беспосадочный будет измеряем длину пройму 51 сантиметр дать прям на основе запишем 51 сантиметр где направо с нашей основы вот передняя часть рукава мы снимаем головку снимаем головку прям сантиметров на 7 давайте вот у нас середина рукава мы снимаем головку на 7 сантиметров нам надо такая нужна плоская головка рубашечная еще надо не надо забывать что мы углубили пройму на 2 сантиметра поэтому сразу спускаем эти два сантиметра данном случае нам нужна точная точный размер оката рукава так вот выглядит наш рукав теперь измеряем длину оката ставим сантиметр на ребро и как обычно измеряем длину окат так у нас получилось 48 сантиметров длина проймы 51 не хватает 3 сантиметра внутри 4 сантиметра поэтому мы сейчас снимаем головку можно сантиметр дать на легкую посадку и тогда нам надо добавить 4 сантиметра по два сантиметра с каждой стороны по переднему и локтевому перекладку проводим линии разрезаем и раскрываем наш рукав у нас должно добавиться по окату по два сантиметра переднюю часть рукава мы раскрываем параллельно так идет два сантиметра заднюю часть рукава мы раскроем немножко по-другому передняя часть рукава два сантиметра заднюю часть мы будем раскрывать сверху два сантиметра а нижнюю часть нам нужно расширить побольше смотрите насколько мы будем отводить нижнюю часть рукава сейчас я вам объясню от чего это зависит вот у нас центр рукава vr не середина рукава а именно вершина рукава точку которую мы будем совмещать плечевым швом мы проводим линию с точки vr опускаем вниз прямую вот эта точка снизу это наша вот эта крайняя точка она видите немножко рукав потом разворачивается и как будто чуть-чуть уходит на переднюю часть но она располагается вот от вершины отмечаем эту точку вверх и теперь нам надо от этой точки отложить саму ширину рукава внизу видите она как будто такой каплей вот мы примерно замеряем желаемую ширину рукава внизу у нас это еще будет макет мы еще раз посмотрим если вдруг надо заузить мы заузим еще 32 сантиметра я беру примерно вот теперь от этой точке у нас вот это расстояние по задней части рукава должно быть 32 сантиметра потом вы увидите почему 32 сантиметра вот мы насколько отводим заднюю часть рукава пока может быть вам будет непонятно но потом я надеюсь все поймите сверху на 2 сантиметра раскрыли тут 2 и тут 2 сантиметра это то что нам не хватает чтобы длина проймы сошлась с длиной оката а от этой точки у нас должно быть 32 сантиметра ширина рукава внизу так еще я одну вещь забыла пока мы еще до конца не раскрыли давайте наметим линию локтя пока еще вот в таком виде наш рука примерно возьмем от вершины рукава у нас где-то сантиметров 30 давайте возьмем не обязательно прям точно должна быть длина до локтя ну вот примерно мы откладываем вниз 30 сантиметров теперь разводим уже и теперь чтоб нам было удобно я сейчас переведу это все на лист карте потому что нам надо будет разводить детали и чтобы у нас ничего не потерялось вот так выглядит теперь наш рукав проводим линию которая идет от вершины вот она и уходит в передний срез рукава провели отрезаем лишнее и нам надо замерить это расстояние у нас получается 27 сантиметров замеряем вот это расстояние остаток переднего среза рукава 19 с половиной откладываем 19 с половиной на локтевом срезе эти расстояния должны быть равны теперь разрезаем наш рукав по центру не по центру а по прямой которая идет с вершины рукава разрезаем наш рукав вот по новой линии которую мы отметили вот до 19 с половиной от центра рукава до точки 19 с половиной вот этот нижнюю часть рукава делим на несколько отрезков давайте внутри на 4 поделим поделили на 4 части разрезаем со стороны локтевого так и сейчас будем раздвигать смотрите вот эта точка у нас должна сойтись никуда вот этот отрезок не должен деться потому что это у нас вот эта вершинка она остается на месте можно прям зафиксировать наверно кусочком скотча с этой точке у нас должно быть 32 сантиметра помните это ширина рукава внизу вот проверяем 32 у нас ровная линия вот мы немножко можем осноровить тут когда мы раздвигали у нас раскрылась излишек срезаем и теперь у нас остается вот это вот часть рукава которую мы будем соединять с отрезком 27 она должна быть больше чем 27 но она уже у нас больше и смотрите мы добавляем ширину рукава потому что рукав достаточно свободных мы уже помните раздвинули добавили тут два сантиметра по передней части рукава а тут мы уже расширяли но мы расширяем еще потому что рукав должен быть достаточно свободный ну вот таким образом чтоб у нас раздвижка сошлась тут в одну линию и тут вот была раздвижка сейчас я померяю скажу насколько точно мы раздвинули вот так выглядит наш рукав получается мы по центру рукава добавили еще 6 сантиметров измеряем рукав наш по основанию у нас получается 49 сантиметров у инги обхват руки 49 сантиметров у нас свобода достаточная свобода теперь мы сейчас обрисуем этот рукав опять на кальте и вы уже увидите как выглядит рука в готовом виде и я расскажу что с чем будем соединять вот смотрите мы выкладываем наш рукав сразу можно вот долевая нить у нас проходит и обводим сейчас я обведу и покажу что у нас получается ну вот посмотрите какой у нас интересный рукав получился собирать мы его будем вот таким образом вот эту точку крайнюю мы соединяем с точкой которая идет с вершины рукава вот этот 32 сантиметра отрезок мы сгибаем пополам девятнадцать с половиной девятнадцать с половиной мы тоже соединяем между собой вот эти линии это не должны у нас сходиться и все остальное мы должны совместить излишек заложим складку сейчас когда я уже вырежу на стану вам будет более понятно бумага она ведь не поддается в общем вот этот отрезок вы тоже совмещаете и верхней части весь излишек закладываете глубокую складку сейчас на ткани мы соберем вот таким образом он выглядит такой интересный рукав на бумаге не очень понятно но главное запомните что вам надо совместить вот эти отрезки по 19 половиной сантиметров которые вот эти отрезки совмещаются и вот эта точка уходит середину остальное все уходит вот в этот срез и так мы пойдем сметывать наш макет сейчас вырежем из макетной ткани рукав сметаем и вы уже увидите примерку на имя друзья очень рада представить вам финальное платье ночью номер три в примерке из макетной ткани и я уже даже думала что можно не ждать какой-то другой ткани а просто зашить об этом платье из той ткани которая есть меня уже даже такие мысли посещают так что вот смотрите какая красота получилась на смотрите как выглядит наше платье я единственная бы еще больше углубила рукав видите немножко затягивает пройма не не рукав углубила об пройму немножко и мы уже говорили что помните мы 32 сантиметра оставили на длину на ширину рукава снизу можно прям сделать меньше и тогда он будет изящней оставить не 32 а там 28 например но этими величинами вы можете играть смотреть на ваше усмотрение как вам сделать принцип я думаю понятен поверни сингла вот так выглядит рукав я думаю нужно сбоку прямо еще подробно разобрать как это выглядит вот выглядит даже наверно со спинки вот как выглядит наш рукав тут чуть-чуть мы приберем видите немножко нависание идет а так в основном мне все нравится единственное углубить пройму за узи ширину рукава и чуть-чуть убрать по спинке я хочу чтобы ты немножко поделилась как это все было какой был процесс я знаю что для изготовления этого рукава ушло много времени сил и даже помогал еще александр ольшанский и девочки в отелье помогали вчера все потому что мы сделали не один макет мы вчера наверно штуки 4 сделали макета больших потом сначала я сделала два потом пришел саша начал мне помогать андрей владимирович помогал девочки в ателье мы более-менее у нас что-то родилось саша мне сделал такие маленькие макетики тоже рассказывал как это можно сделать сегодня утром когда я пила чай завтракала я и салфеток вырезала когда космос находятся ближе к человеку как говорила арина михайловна пять макетов ну и в конце концов я думаю рукав получился но единственное говорю надо углубить проймочку видите он немножко хочется его опустить и убрать ширину можно немного убрать длину тоже будет и красиво потому что когда рукав легче у инги красиво смотрится рука но это такие мелочи уже в основном мне кажется все у нас получилось очень приятно что мы запустили вот эту вот серию к новому году три платья и мы вот как и обещали мы все это выпустили также мы еще ответим на ваши вопросы пишите если у вас будут вопросы мы на них ответим обязательно и смотрите наше новое видео конечно же мы будем еще поднимать тему платьев естественно опять же еще хочу добавить что эти платья можно сшить не только до нового года но и на новогодних праздниках если вам что понравилось и к весне уже можно готовиться такой большой процесс создания гардероба хочу еще немножко покрутиться кстати на это платье ушло больше всего тканей два с половиной метра а если учесть макеты смотрите как хорошо смотрится складка хорошо что мы ее не раздвигали а просто сделали ровную подолевой мне кажется я такая легкая в этом платье мне так приятно комфортно мне просто вот хочется веточную очень мало не уходим как бы он освежает очень этот цвет конечно же наташа тебе благодарна за мои обновки я теперь знаю что я хочу какие платья мне хочется вот как-то не всегда так получается подобрать модели не всегда так тебя стоит трудный выбор выбрать одно платье из трех и сшить к новому году вначале я думала что я точно хочу платье номер один из всех потому что мне она понравилась сразу потом мне безумно понравилось я влюбилась в платье номер два насколько она выглядит как бы аккуратно и немножко спортивно и изящно за счет этих ластовиц но теперь мне очень нравится платье номер три ну у тебя еще есть выходные чтобы подумать да это было под самым большим вопросом эта модель но я думаю мы не зря и взяли и я видела что у многих был отклик именно по этому рукаву то что то что то интересно что новое такого у нас еще не было наташа еще создала курс летом по рукавам тебе наверное было особенно интересно взять такой вызов для себя да но всегда интересно что-то новое попробовать ну и когда получается а я считаю что он у нас получился небольшие доработки мне хочется в нем гулять бегать крутится я не знаю просто очень приятно хорошо так что делимся с вами хорошим настроением творите пишите ваши комментарии как вам это платье теперь вы можете точно выбрать какое мне больше всего подходит 12 или 3 можете просто писать какой-нибудь длинный комментарий обязательно пишите как вас зовут потому что не всегда это есть в именах ютуба ну не всегда пишите как вас зовут и просто ставьте там допустим и длинный коммент и отдельно там 1 2 или 3 что вам более всего понравилось. Буду ждать и будем делать выводы на базе ваших рекомендаций и выберем, что все-таки в итоге мы отошьем в финальном. Шеете вместе с модными практиками, создавайте яркие образы на какие-то праздники и на каждый день и творите вместе с нами. Продолжайте смотреть модные практики, комментируйте, давайте обмениваться мнениями, пусть у нас будет диалог. Всего вам хорошего, творчества, вдохновения. С вами были Инга Паукштите и Наташа Лузгина и вся наша большая команда. Всем до свидания! До новых встреч!